В Киеве отмечают 25-летие независимости Украины. Официально соответствующий акт был принят в августе 91-го Верховным Советом Украинской ССР. По случаю юбилейной даты в городе проходит множество мероприятий, а утро началось с большого военного парада. Ольга Соловьева расскажет подробнее. День независимости на Украине продолжается. Сейчас главная улица Киева, Крещатик, перекрытая, она пешеходная. Повсюду стоят сцены, с них льется музыка, люди танцуют, празднуют. Это, конечно, уже неофициальная часть. До этого самого утра в 10 часов здесь был военный парад. И вот до его начала снова взял президент Украины Петр Порошенко. Стоит отметить, что его речь была пронизана, пропитана антироссийской и милитаристской риторикой. Порошенко признал, что с начала конфликта на юго-востоке Украины только со стороны Киева погибло 2500 офицеров. Но, тем не менее, несмотря на этот ужасающий факт, на эту ужасающую статистику, Киев оружие складывать не собирается и, наоборот, наращивает свою военную мощь. Так президент Порошенко отметил, что сейчас его главной задачей становится создать полноценную контрактную армию. Якобы уже 70% из тех солдат, которые сейчас служат на передовой, работают по контракту. Якобы президент еще отметил, что каждый месяц в ряды вооруженных сил Украины поступают 6000 солдат, которые опять-таки служат на благо Украине. Кроме того, президент поблагодарил и Анжея Дуду. Это президент Польши, который сегодня был на трибунах и следил за празднованием Днем Украины. Более того, хочется отметить, что как раз с Польшей связан небольшой конфликт, небольшое недопонимание. Ведь на военном параде вместе с парадными расчетами из представителей вооруженных сил Украины, национальной гвардии, полиции пограничников была смешанная украинская литовская бригада. Это многих возмутило, возмутило простых украинцев, эти не знают, что в 17 веке как раз под предводительством национального героя Богдана Хмельницкого украинцы сражались с поляками. Разумеется, это вызвало недоумение, как украинцы и поляки сейчас стоят плечом к плечу. Однако сам Порошенко трактовал это немного иначе и видел в смешанной бригаде признак евроинтеграции. Хочется сказать, что на сегодняшний день независимости на Украине военный парад в целом связаны со скандалами. Ведь сегодня ввели новую парадную форму и для офицеров, и для рядовых солдат. И многие солдаты, например, танкисты отмечают, что форма не очень качественная, плохо шита. Например, на многих есть нашивки, где украинский флаг просто перевернут, нет клепок, нет защелок. Но это не самое плохое. Стоит отметить то, что больше всего жаловались офицеры сил специальных операций. С 5 июля Порошенко подписал указ о том, что вводятся новые знаки отличия. Так, например, у офицеров сил специальных операций теперь вместо кокарды волк оборотень. Это дизайнеры так объяснили этот символ о том, что вдохновились казаками, которые якобы по легенде могли превращаться в волк, а потом обратно преображаться в человек. Но стоит отметить, что у военных символ волка означает собой предательство. И вот военные выразили свое недоумение, выразили возмущение министру обороны Степану Полтораку. Стоит отметить также, что праздник пока продолжается, но завтра украинцы опять войдут в привычные будни. И правительству вместо того, как они показывают праздничную жизнь, придется отчитываться, почему до сих пор не получили нового транша от Международного валютного фонда. Почему до сих пор не введен безвизовый режим. О решении и рассмотрении его в вопросе отнесено на 1 января 2017 года. Хотя безвизовый режим и границы обещали открыть уже в этом году. Ольга Славьева, Илья Кузьмин. Вести из Киева. Украина.